Здарова, народ! Сегодня у нас будет следующая часть ролика об уникальных, необычных, нелепых, запоминающихся БМХ запчастях. Я нахожусь в магазине usports.ru. Ссылочка на 15% скидку в описании. Это МТБМХ. Вот это вот замечательное спедвульф 2020 года можно купить не за 41 750, а за 36 копейками 1000 рублей. Большое спасибо вам за помощь в комментариях. Вы подсказали мне целую кучу крутых запчастей, о которых я не рассказал в первой части. Поэтому, если я что-то опять забуду, обязательно напишите в комментарии. Палец вверх и погнали! Чёрная пятница. Три дня скидки до 50% на продукцию ТСБ велосипеды и запчасти. Ссылка в описании. Многие юзернеймы катаются с тормозами, и я их прекрасно понимаю. Лично я сам начал кататься брейклист не сразу. В данном случае на велосипеде стоит просто тормоз с петлёй. И когда вы сделаете определённое количество оборотов руля, вы, собственно, столкнётесь с тем, что тормоз запутался и надо его обратно раскручивать. Я уже говорю с вами о геророторе. Ничего в этом, ну, типа, уникального нету. Уже привыкли все к нему, хотя сама по себе идея, конечно, прорывная была. Но компания КХЕ и здесь отличилась. Они сделали интегрированный в раму рулевой стакан героротор. И он был на их BMX'ах и на их маунтинг-байках. Да-да-да, не удивляйтесь, у КХЕ были маунтинг-байки фристайловые. И стакан, конечно, этот выглядел уродливо и странно, но сама по себе идея уникальная и в чём-то даже прорывная. О бескамерных колёсах слышали все, но в мире BMX'а эта технология не слишком-то популярна и актуальна. Мы все привыкли с вами просто к обычным камерам, да, вот таким вот резиновым, да. Но компания FlyBikes не согласна с тем, что это оптимальная идея. И они придумали свою уникальную камеру FlyCobra. Уникальность которой заключается в том, что камера разъёмная, и её можно просто накинуть на ниппель. А потом она уже накачается в колесе, и всё будет окей. Реально очень крутая идея, потому что когда у вас, например, змеиный укус на камере, и вы не можете просто поставить заплатку, вам нужно камеру менять, вам придётся скидывать колёса. И если у вас BMX с четырьмя пегами, и особенно какие-нибудь проблемы с натяжением заднего колеса, то просто так этот вопрос не решается. Это лютый гемор. А тут просто скинул, поставил и пошёл. Единственный недостаток этой камеры – это её высокая цена, как для камеры. Следующая запчасть, вам всем знакома, это каретка. И, казалось бы, что тут можно уникального изобрести, но можно. Есть модели кареток, сделанных из полимерных материалов, из пластика, проще говоря, которые гораздо легче стандартных, металлических, классических. Но в том, что касается их прочности во времени, у юзернеймов возникают вопросы, как и у меня, впрочем. Лично я в долгой перспективе, в долгом катании их не тестировал, но есть отзывы как плохие, так и хорошие. Мне кажется, что для тех, кто катается не слишком агрессивно, это вполне себе годная идея. И особенно, если вы хотите собрать себе какой-то competition велосипед, велосипед для соревнований, для контестов, суперлегкий, суперудобный, то скинуть вес на каретки пластиковые, в принципе, можно. Ещё одна банальная и привычная нам с вами запчасть – это рулевая колонка. Они, конечно, могут стоить совершенно неадекватных денег, как вот шадов, но в любом случае всё это очень просто, и модель от модели не отличается. Поэтому большие цены возмутительны. Здесь два подшипника, чаще всего в комплекте есть ещё, идёт нижний набивной, набивное кольцо-конус для вилки, затем верхнее кольцо, которое распирает верхний подшипник в раме, несколько тонких стальных спейсеров, которые кладутся между этим разжимным кольцом и верхним пыльником, верхний пыльник и опционально какое-то количество проставочных колец. Что тут, казалось бы, можно было придумать? Ну, вообще, зная вирусопедных производителей, можно было придумать какой-нибудь свой стандарт промофф, чтобы заставить людей их покупать. Но, по сути, придумали ребята из Flybikes более прагматичную вещь. Они взяли и упразднили разжимное верхнее кольцо, интегрировав в его функцию верхний пыльник, ну, естественно, добавив прорезь. Выглядит это, ну, не так чисто, как цельный верхний пыльник, но функционал бесспорный. И кажется, ну, зачем вот это все надо, тем более, что это добавляет цены. Я вам могу сказать, что когда, ну, ты часто, может быть, настраиваешься вирусопед, собираешься, пересобираешься, ты особенно четко чувствуешь вот эти все лишние детали, как они не бесят. И отсутствие этой лишней детали в плане сборки очень радует. Может быть, в таком вот катании повседневном, регулярном, когда вирусопед редко пересобирается, особенно там его рулевая часть, максимум, что вы там делаете, это наклон гуля поправляете, если он у вас свернулся от сильных ударов. Редко, в общем, вы снимаете вынос и переразбираете рулевую. Но если вы это часто делаете, то такой пыльник вас реально порадует. Это не прям какая-то прорывная супервещь, но реально впервые это сделали флай, и сделали это явно не зря. BMX руль. Опять же, очень такая классическая запчасть, без которой успеть не соберешь. Капитан очевидность. Какие они бывают? Ну, они бывают четырехэлементные, очевидно, и двухэлементные. Бывают извращения, когда добавляются лишние элементы, но мы об этом говорить не будем. Четырехэлементы бывают разные, бывают, что выглядят они вот так, либо бывает нижняя перекладина переходит сюда, либо бывает такое, что вот эта верхняя часть, она как МТБ руль, один кусок, а остальные три куска отдельно привариваются. В общем, также есть термообработанные и нетермообработанные, но это и все отличия. Что же уникального можно найти в рулях? И прикиньте, это наш ТСБшный руль, ТСБ Лимбо. Мне самому это не приходило в голову, когда я делал первый выпуск. Скромность, что ли? Или, может быть, просто рассеянность? В общем, ТСБ Лимбо это единственный в индустрии руль с открывашкой. Руль с открывашкой для бутылок, которые у нас приварены вот здесь, вот уголочек такой, это про модель Семена Демьянова. И на момент записи этого видео этих рулей в наличии еще нету, но уже можно оформить предзаказ на них по ссылочке в описании в нашей группе ВКонтакте. И, естественно, они появятся в наличии в магазине newsports.ru. Это очень редкие лимитированные рули, которые мы производим небольшими партиями, и их разбирают всегда полностью, чаще всего даже до начала продаж. Поэтому, если вы хотите стать обладателем уникального руля Семена Демьянова, также подарить, соответственно, Семену небольшой бонус продаж, бронируйте себе такой руль. В общем, велосипед у нас чем приводится? В движение приводом посредством цепи, цепным приводом. И все мы с вами привыкли к классической цепи, привыкли также к полузвеневой цепи Half-Link. В общем-то, так она и переводится, полузвеневая Half-Link. Half-Link — это цепь, с помощью которой можно более четко и точно отрегулировать положение заднего колеса, задвинуть или отодвинуть его в дропаутах. И также Half-Link более прочный и более тяжелый. И есть уникальный Half-Link Shadow Inspiration Interlock Supreme. Ничего на самом деле в нем супер уникального нету, просто он очень толстый, хотя я лично знаю людей, которые его рвали. Но это просто такая, я считаю, понтовая цепь. Так обычных Half-Link хватает по прочности. Но есть уникальный Half-Link, у которого с одной стороны идет сплошное покрытие. То есть звенья сделаны таким образом, что они образуют просто такую площадку. И вы можете на этой цепи чуть ли не гриндить. Идея дикая, идея очень интересно выглядящая, но по факту это всего лишь куча лишнего металла и лишнего веса на приводе. Практичной пользы и смысла реально нету. Просто вот оно есть, и я вам должен об этом рассказать. Считаю, эту запчасть довольно-таки нелепой. Вынос. Еще одна деталька. Что тут можно было сделать уникального? Ну, есть разные форм-факторы, да, связанные со сменой дизайна, высотой, длиной, выбегом и так далее. Но есть вынос интересный. Помимо элементари, тоже, кстати, одессейский вынос. Не такой нелепый в плане неудобства. И не сумасшедший вынос в плане дизайна, как, например, вынос в форме черепа или форме кулака, которые просто меня, если честно, повергают в шок. Есть еще вынос видеавтобуса. Нет, уникальность этого выноса Одиссей Линкольн в том, что он откидывается... Откидывается. Это, в общем, вынос откидной крышкой. То есть у него часть крышки сделана на оси, а вторая часть прикручивается на болтах. Собирать и разбирать такой вынос реально удобнее. Выглядит он довольно забавно. Это реально уникальная запчасть. Мне кажется, она вполне себе имеет место быть на рынке, и она не лишена смысла. Так выглядит привычный обод. Что тут можно было изобрести? Вообще, чем они отличаются? Сварные клепанные, количество дырок и профиль, из которого они делаются. Но Эклад смогли удивить нас здесь. Немцы молодцы. В чем недостаток любого обода? В том, что если спица вылетела, чтобы ее поменять, нужно снимать покрышку. Эклад Джо... Джо... Джау... Что у него есть боковые отверстия, позволяющие менять спицы без разбора колеса. Не то, чтобы прямо это суперчастая проблема, и постоянно с этим сталкиваешься, и прямо жить не можешь без того, чтобы... Не заменить ли мне сегодня спицу, не снимая покрышку? Ну, вообще, сама по себе уникальность идеи заслуживает уважения. ВМХ-рамы. Много тут всего было про них сказано, про верхние трубы, про разный форминг и так далее. Но на самом деле, та рама, о которой я сегодня хочу сказать, она не уникальна в плане извращений, она уникальна в плане факта своего существования. Рамы у нас обычно из чего? Хром и либденовые. А Eastern сделали в свое время раму титановую. Это был Grim Reaper Titanium. И это была единственная на рынке серийная титановая BMX-рама. И до роста курса доллар она была даже доступна некоторым людям. Сейчас же, чтобы купить титановые рамы, неважно, там, BMX, MTB, вам нужно найти производителя. Если это Россия, то это Triton Titan. Если это Америка, то это может быть, там, Майк Лэйрд и же с ним целая куча людей. Это может быть какой-нибудь китайский производитель с Алика, в том числе, или с Алибабы. Но цены будут кусачьи. У Лэйрда рама стоит 2000 долларов, Triton Titan от 100 с небольшим 1000 рублей. В общем, дешевле 100, будет очень сложно найти раму со своей геометрией. А Eastern Grim Reaper это все-таки серийная рама, которая стоила дешевле. И они продаются до сих пор. Правда, у них Stalled Out. Я думаю, это вполне закономерно. Я думаю, что в следующем году у них будет пополнение. И также можно у них MTB-шные рамы Night Train найти титановые. Но это, конечно, тема уже не этого выпуска. Вообще, Eastern клевые чуваки. Помимо определенного количества инноваций, они вот сделали титановую раму, титановые шатуны. Туда же можно отнести 48-ш лицевые. Это тоже были единственные на рынке в свое время первые на рынке серийные титановые 48-ш лицевые штуны. В общем, заканчиваем на Eastern. Если я что-то не сказал, ребятки, напишите в комментариях. И я, естественно, все это дело читаю. Особенно сейчас, когда мало просмотров и мало комментов, можно прочитать все. Ответить на все интересные комментарии. Поэтому пишите их. Они помогают не только в продвижении видео, но и в моем понимании того, чего хочет моя аудитория. Надеюсь, видос был вам интересен. Обязательно поддержите его лайкосиком. Ну и расскажите о нем друзьям. Тоже будет неплохо. Промокод на скидку 15% на TBMX в описании. В общем, удачи вам, ребята. Катайтесь, катайтесь, катайтесь. Пока. И, кстати, о, наставление последнее. Зимние, пацаны, смотрю на ребят на молодых, себя вспоминаю в молодые годы. И понимаю, что мы очень напрасно рискуем здоровьем. Я не говорю сейчас о катании. Я говорю сейчас просто о нахождении на улице. Ребят, ну не одевайтесь так легко. Не одевайтесь в летнюю или осеннюю одежду, когда на улице меньше, чем плюс 5. Нету зимней обуви. Купите себе шерстяные носки. И серьезно вам говорю, потом мучиться со всеми этими мужскими приколами, которые могут возникнуть банально из-за застуженных ног, вам не надо. Поверьте, это неприятно, неинтересно, это дорого. В общем, одевайтесь, пожалуйста, тепло. Хотя бы ноги держите в тепле. Это уже будет очень серьезным для вас плюсом. Все. Не буду больше ворчать. Удачи, пока.